привет друзья в очередной раз мы с вами встречаемся на канале капитан герман и давно мы с вами не делали полезных роликов большинство роликов которые мы для вас снимали были либо развлекательные либо технические но появились вопросы и на них должны быть ответы но сегодня мы будем с вами разговаривать в формате как жить на лодке но наверное от себя я буду добавлять наверное только в конце немного комментариев а основной звездой нашего ролика будет дина которая расскажет о том с какими проблемами встречаются девушки и именно девушки когда они переезжают жить на лодку но хочу сразу сказать что это будет касаться не выезда в турцию на две недели а именно когда люди переезжают и начинают жить в ярком солнечном климате и собственно с чем приходится бороться поэтому дальше вам расскажет все дина а я потом от себя добавлю немножко в самом конце ну что поехали привет ребята сегодня я вам расскажу об особенностях пребывания девушек на лодке эта информация будет полезна девушкам женщинам ну и возможно мужчинам которые готовы и хотят позвать собой переход или на лодку подругу так как женщины существа более хрупкие той и соответственно нам требуется чуточку больше уделить внимание каким-то подготовительным процедурам во-первых я хочу обратить ваше внимание что если у вас есть какие-то личные показания какие-то вопросики со здоровьем то все свои таблеточки все свои пилюльки и штучки разные нужно иметь с собой это важно так как в разных регионах может не оказаться именно тех медикаментов которые вам нужны или каких-то ваших личных средств то есть если у кого-то там менструальные боли берите обезболы с собой если у кого-то снижен иммунитет то берите с собой что вам что вам надо в общем капли в глаза могут понадобиться если вы знаете какие-то свои болевые моментики то обязательно имейте в виду и заранее запасайтесь не рассчитывайте на аптечку которая есть на лодке второе о чем я хочу сказать это конечно же вам важно иметь свои средства личной гигиены потому что вы будете удивлены но не во всех регионах есть весь спектр следств личной гигиены где-то может быть что-то вот такого размера а где-то может чего-то вообще не оказаться поэтому тоже если у вас там критические дни планируются или что-то такое тоже запаситесь и возьмите это все заранее следующее на что стоит обратить внимание это увлажнение кожи поскольку очень большую часть времени вы проводите на солнце кожа сохнет кожа под воздействием ультрафиолета соли и ветра в общем имейте ввиду что тут вам понадобится косметика не зимняя не жирная не тяжелой консистенции а что-то легкое увлажняющие каждодневное также солнцезащитные крема обязательно причем в моем случае у меня есть солнцезащитные крема разной степени и защиты и те которые для тела и те которые для лица для лица отдельные потому что когда консистенция плотная у средства ты начинаешь потеть это некомфортно лишний раз подумаешь наносить ли а если какой-то хороший дневной легкий крем и вместе со спф то это как раз то что надо следующее это масло для кожи масла и увлажнение для кожи тела то есть после загара после соленой воды тоже обратите внимание прикольно иметь с собой какую-нибудь маленькую баночку кокосового масла вроде как подразумевается что они есть везде но на самом деле не всегда и я рекомендую брать с собой такой небольшой travel kit в котором там баночки не знаю по 50 по 100 миллилитров вам в принципе хватит ваших средств еще момент если вы привыкли пользоваться там депилятором станком бритвенным и так далее то лучше это все делать заранее на лодке бриться неудобно потому что соль потому что купальники голая попа где-то ерзает по разным местам в общем появляются раздражения при щеки и я бы рекомендовала пройти курс лазерной эпиляции или взять с собой депилятор но в общем чтобы не было вот этих микро повреждений в которые на коже в которой там может попасть какая-то бяка и вы потом будете там с красной попой ходить в общем подумайте тоже и об этом заранее ну и поскольку мы много времени проводим на солнце иногда ты уже загорел достаточно постарался и не сгорел и вот тут важно остановиться и для этого важно иметь одежду с длинным рукавом то есть это должна быть какая-то абсолютно легкая одежда в которой вам будет не жарко не вы не будете преть и сходить с ума жары ну что-то легкое типа батистового такого льняного совсем легкая шелк не подходит в шелке очень жарко а еще для уже для воды непосредственно есть такие такая одежда называются лайкры это с длинным рукавом и под шею такие кофточки они обычно серфовых фирм или вин серфовых или кайт серфовых белобон кроксик вик сильвер и в дайвовых магазинах тоже такие встречаются вещи это для плавания него защищают и от солнца и от возможных каких-то штук в воде типа бывает такое что fire кораллы это микро частички которые жгут прямо и остаются следы бывают что медузы в общем если вы не знаете то лучше плавать не только в купальнике но и в лайкри поверх друзья не забывайте подписываться на канал напоминаю в 100 500 раз потому что большое количество людей которые нас смотрят не подписаны больше половины и так как у нас контент самый крутой а яхтинге пришло время все-таки на него подписаться не забываем подписка колокольчик а мы продолжаем ну еще один важный момент на лодке поскольку много солнца соли и ветра это очень сильно влияет не только на вашу кожу но и на ваши волосы и особенно в случае ветра волосы секутся волосы разлетаются и такие вот становятся коротенькие как у меня в общем чтобы защитить волосы важно иметь панамку важно иметь кепку или какую-то шапочку вот типа бафа мы вам покажем обязательно она легкая она продуваемая при этом волосы защищены то есть защищайте свои волосы подумайте об этом заранее ну и не забудьте с собой обязательно взять переход солнцезащитные очки вы видите что мы с серёжей постоянно в солнцезащитных очках находимся это чтобы не щуриться чтобы не выглядеть как ну такая уж жизнь причем желательно иметь пару пар поскольку с одними может что-то случиться у вас на этот случай есть старые и классно когда одни темные а другие такие светлые то есть светлые используются когда ты находишься в кокпите там лазишь в телефончике и так далее то есть чтобы видеть экран и при этом ты сидишь вроде как в теньке но засвечивает все равно ужасно и чтобы не вернуться с целым набором гусиных лапок и так далее прикольно иметь очки это очень важно ну еще важный момент когда вы находитесь в переходе особенно первые дни и зачастую укачивает там у вас несбалансированное питание и просаживается иммунитет то есть важно иметь с собой какие-то ваши наборы витаминов потому что ну кроме того что среда достаточно агрессивная и ситуация может быть достаточно агрессивная иммунитет короче что чтобы свой не посадить и остаться крепким и здоровым догоняйтесь витаминками ну и поскольку на лодке просаживается иммунитет смотрите это очень часто влияют у разных людей на разные моменты и у кого-то может вылезти какие-то грибок который кто-то давно вылечил имейте с собой имейте с собой таблетки и ваши средства у кого-то может из девушек начаться молочница по тем же причинам потому что там какая-то несбалансированная диета просел иммунитет и так далее тоже имейте ввиду имейте свои средства с собой у кого-то герпес на губе может выскочить у кого он уже там есть в крови тоже имейте с собой имейте свой вальтрекс потому что в аптечке его может не оказаться ну и еще одна один такой небольшой совет то есть если вы отправляетесь переход и не знаете какие условия будут возможно будет качка и вам не захочется лезть в каюту и искать где-то в дебрях своих вещей нужные вам баночки нужные вам вещи и так далее то есть перед переходом обязательно соберите с собой отдельную косметичку такую вот чтобы прям была под рукой свои какие-то удобные теплые и легкие вещи чтобы были под рукой чтобы когда уже это вот все началось вы не копались и не укачивались в связи с этим вы можете оказаться в таком регионе где могут оказаться комары вместе с вами или сэнд флай это такие маленькие песчаные мушки которых полны пляжи в разных частях света очень назойливые от вас конечно от этого спасет хорошее антикомаринное средство но еще личный такой лайфхак у нас сереже обязательно всегда есть в аптечке и под рукой такое средство как суда крем это цинковый крем плотной консистенции он продается в больших и в маленьких и средних баночках его достаточно иметь с собой ну вот буквально там пару грамм он очень хорош если все-таки какие-то прыщи вас застали если какие-нибудь мушки отложили яйца к вам под кожу не дай бог пока вы плавали и загорали в общем почитайте от чего если какие-то натертости и опрелости появились на коже очень классное средство всем рекомендую иметь с собой в аптечке спасибо за внимание надеюсь вам мои советы мои мысли придутся кстати надеюсь вам что-то из этого окажется полезным и важным и спасет вам ситуацию при нахождении на лодке чтобы все проходило с удовольствием по кайфу и с хорошими перспективами а теперь со стороны мужчины я добавлю немножечко скажу пару слов еще от себя наверное будем копать в глубину и добавлять технических деталей и так темные очки как вы понимаете я не могу снимать и разговаривать из очков слепой капитан плохой капитан хотя вы знаете лодки амель так вот конструктор амель был слепой но уже под старости лет поэтому ничего делал лодки хорошие тем не менее поэтому солнечные очки которые говорила дина они могут быть с поляриком то есть поляризационными линзами и без есть свои плюсы есть свои минусы я вам покажу потом возьму полярик на камере покажу как это собственно работает на воде и вы поймете чем это отличается в очках это работает точно также когда солнце отражается от воды вода блестит и вот этот вот отражение света отражение солнца как раз убирают поляризационные линзы и стоит вопрос это же для яхтинга круто одеть темные очки сильной поляризацией вы будете видеть сквозь воду прямо все что на дне черви живут и рыбы плавают и это будет абсолютная правда но с другой стороны чем сильнее поляризация в очках тем меньше вы видите электронные приборы и если в телефоне там можно как-то еще там каким-то образом вот так вот сидеть под очков смотреть то chart plotter и и другие электронные носители на лодке у вас будут просто черным экраном я вам кстати с камеры покажу тоже как это будет вы поймете и стоит вопрос какие же очки нужны для того чтобы смотреть через воду либо смотреть на приборы вот к сожалению ответа на этот вопрос нет если вы заходите ярким днем в яркую акваторию какие-то очки типа окли с жестким поляриком будут идеальны когда вы идете просто не смотрите на приборы или смотрите на приборы так а и закрылись обратно шторками но если вы хотите это это к сожалению демисезонной обуви не бывает бывает то в которой зимой холодно летом жарко вот это вам очки с поляризации когда вы видите одно но не видите другое нет решений идем дальше вопрос следующий что же бывает с глазами если носить мало солнечные очки ну помимо того что зрение может портиться это понятно для девушек особенно ужасно когда вот в уголках гусиные лапки за счет того что глаза постоянно сморщены мимические морщины с чем девушки постоянно борются но об этом говорила дина а я говорю больше о проблемах с которыми нужно бороться потом медициной есть такая проблема с глазами называется пигвенкула это мозоль на роговице как она получается когда идет яркое солнце вы много начинаете моргать за счет того что у вас пересушенные глаза из-за климата глаза моргают по сухому и с годами со временем вырабатывается мозоль на роговице которую удаляют колят наркоз глаз перестает двигаться фиксируют голову и лазером срезают вот эту вот пигвенку луз глаза жуткая процедура вот у дины такая проблема была и мы были вынуждены ехать на в киев на операцию и сделали операцию операция не страшная операция делается достаточно легко но вы понимаете суть проблемы это нарост который образовался за счет того что вы находитесь и живете под солнцем поэтому темные очки мы не снимаем и максимально пытаемся закрыть свои глаза от прямых солнечных лучей теперь давайте поговорим про такую страшную вещь как меланома или рак кожи вы знаете прекрасно что солнце способствует данному развлечению рак кожи меланома самый агрессивный вид раков которые лечатся и он лечится очень хорошо но проблема в том что его диагностировать может быть слишком поздно и тогда он уже конечно не лечится если вы живете в стране типа австралии да там конечно вас вылечат но если вы живете там где раковая медицина не очень хорошая то с этим как вы понимаете будет масса проблем для того чтобы этого не произошло или этот момент отодвинуть на десятки десятки лет нужно не думать о том какой красивый загар вы получите вы в любом случае будете темным вот посмотрите мой это нормальный цвет когда я постоянно предохраняюсь от солнца я не мажусь кремами я не сгораю вообще с детства но тем не менее я темный потому что все время находитесь под солнцем но тем не менее я стараюсь ходить с длинным рукавом то есть мне загар не нужен свое тело я пытаюсь прикрыть от прямых солнечных лучей и вы можете купить дерматологический микроскоп это такая трубка которая одевается как внешняя линза на телефон и через него рассматриваются родинки если вы видите какие-то изменения в ваших родинках которые там появляются родили родимое пятно начинают расти или менять форму или родинка меняет форму даже находясь глубоко в дебрях мира так сказал вы берете этот микроскоп он стоит там порядка 300 долларов лежит у вас в коробочке вы его надеваете на телефон фотографируете и отправляете любому доктору записываясь онлайн на консультацию вы говорите что вы находитесь в климате который агрессивный вы находитесь далеко от привычной от привычного медицинского сервиса фотографируете родинку отправляете ее доктору он смотрит говорит пофоткать что-то еще ну короче он начинает вас вести и каждый раз когда я например приезжаю в киев я иду к дерматологу который меня просто осматривает на наличие каких-то плохих родинок и у меня была одна история у меня была на шее маленькая пятнышко и было родинка которая такая знаете она мешает то есть я ее все время травмировал рубашкой и я ее хотел удалить потому что она мне реально мешает то есть просто неудобно там вечно цепляешь на там поддирается я пришел к доктору он посмотрел говорит это уберемся это не проблема а вот эту вот на шее покажите посмотрел микроскоп и говорит я ее убираю сразу потому что это родинка плохая на данный момент с ней проблем нет но через там пять лет она может переродиться и у вас будет плохо мне ее срезали отправили на анализы посмотрели все окей то есть вовремя сделали вовремя убрали никаких проблем но не забывайте что это делать действительно надо потому что проблема такая есть и яркое солнце может этому очень хорошо способствовать теперь все таки совет для новичков для тех кто только заходит на лодку ваше тело скорее всего светлое и для солнечных лучей не подготовлено сгораете просто как бумага на зажигалке в первый день я встречал много людей которые говорят ну ничего страшного ну сгорел такой даже ну приятно больно немножко но как бы я чувствую что я на солнышке и это так кажется потому что когда человек после первого дня на солнце становится такой красный как рак то скорее всего на следующий день у него будет температура по 39 и ближайших дня 3-4 он будет лежать пить обезболивающее и мазаться всякими понтенолами и здесь нужно понять для себя за две недели отдыха вы в любом случае загорите даже если вы будете ходить замурованным в шапке там как угодно вы в любом случае сильно загорите не нужно делать в первый день себе проблемы чтобы следующую неделю лежать с огромной температурой у меня мой товарищ приехал и сгорел настолько сильно что у него просто голова была вот на пару сантиметров больше и прямо вот на нее нажимаешь и извините за подробности идет гной потому что просто такое воспаление огромная температура ну и естественно до конца всего отпуска он пролежал в задней каюте под обезболами под кондиционером потому что к сожалению отдых был испорчен за первый день и я вам рекомендую все-таки так не делать если ваша кожа не готова вы не темный вы не приехали и до этого две недели провели на пляже мажьтесь кремами дина рассказывала как это делать что нужно как с этим бороться мажьтесь кремами и вы постепенно загорите а так вы себе просто весь отдых у какашите далее хотел вам сказать еще пару слов касательно кожаных вещей на лодку не берите кожаные вещи потому что на кожаных вещах очень часто образовывается плесень и в принципе это не проблема там если это какой-то пояс там сумочка или что угодно это все вы просто мыльным раствором помыли и никаких проблем нет но если у вас осталось там вы приехали в каких-то там кожаных туфлях кожаной обуви внутри образовывается плесень вы одеваете туда ногу и это плесень начинает жить и размножаться на ваших ногах и появляются всякие грибки и прочее вам это не надо потому что бороться с грибками которые там где-то на ногтях образовались это все это на долгие месяцы задача это не так помазала и она прошло но может выводиться просто очумеете просто не носите кожаные вещи там те же старые топ сайдеры выбросить их в мусорник есть прекрасная обувь современная синтетических материалов которая быстро сохнет допустим те же самые кроксы они пропитаны каким-то то ли антибиотиком то ли еще чем-то но в них не образовывается плесень муста кларкс гилы любая обувь она рассчитана на это и она моется она стирается и в ней не образовывается плесень а в коже образовывается плесень тогда когда не было нормальных материалов да это можно было использовать любимые топ сайдеры но сейчас это обувь в которой вы можете пройтись по берегу и положить в ящик силикагелем но это не обувь для яхты то есть это обувь если вы живете в городе и хотите выглядеть а-ля яхтинг да это прекрасно но в яхтинге это не нужно это опасно это не гигиенично их выбросить надо пользуйтесь нормальной обувью безопасной но наверное на этом все давайте прощаться мы вам рассказали все что хотели вернее вы нас спрашивали а мы вам мы с вами поделились своим опытом ну что вот очередной выпуск подошел концу друзья напоминаю что нужно писать комменты нужно ставить лайки и подписка с колокольчиком обязательно тоже и если это все произойдет то мы с вами встретимся уже через неделю до встречи пока